Кэда вышла на HBO Max. И знаете что? Я считаю, это был абсолютно блестящий фильм. Годами озеро хранило тайну. При низком уровне воды открывался портал в разные эпохи. Элли – персонаж, не чувствующий своей принадлежности и места в семье, куда ее поместили через мать. Финал красиво показал, что все они на самом деле связаны способами, которые люди не могли себе представить. Обсудим концовку «Третье озеро семьи и связи персонажей». Вот обзор «Озеро Кэда» и объяснение концовки. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Как связаны персонажи? До самого конца фильма происходило большое развитие. Анна, молодая девушка, уехавшая в 2022 году, оказалась в 1952, следуя за Элли после ссоры с матерью. Когда Анна вышла из моря в 2022, уровень воды был низким – ключевой признак активности временного портала. Она нашла свое место в разных эпохах, пока не попала в 1952 год к своему сыну Парису. С 1952 Парис нашел ее, отвез к группе мужчин, затем в больницу, где она родила. Тут началась или продолжилась семейная история, как посмотреть. Почти как у волков. Парис был ребенком Анны. Анна – мать, Парис – ребенок. Они были вместе, и потом у них родилась Элли. Однако все было возможно, ведь этой цепочке событий суждено было произойти. Это основано на теории временной петли, где события повторяются снова и снова. Анна вернулась в 2022 ребенком, выросла в 1950-х, родила Парис, а та – Элли. И благодаря Парис, которая тоже вышла с пляжа при низком уровне воды и застряла в разных временных периодах, и, похоже, он ее оставил, она встретила Дэниела, у которого была дочь Анна, что позволило циклу начаться. Запутанно, но одновременно просто, если вдуматься. Так Анна стала бабушкой Элли в 2022-м, хоть и моложе, а Дэниел – прадедом, а не мужем. Единственным не связанным с Анной биологически человеком была Селеста. Объяснение концовки. Приближаясь к концу фильма, мы поняли, почему волки появились на пляже в наше время, почему присутствовали черные мидии, хотя они почти вымерли, и почему аллигатора разрезали пополам и почистили. Это произошло из-за открытого портала, перемещающего людей во времени. Существа свободно перемещались между разными периодами времени. Причина, по которой аллигатор был так чисто разрезан пополам, как мы видели в концовке с веревкой, в том, что когда уровень воды поднимается, портал на мгновение закрывается. Видимо, бедняга оказался между временными периодами. В финале Элли была в 2005 году. Ее избило Сиф на парковке, думая, что Перрис ее бросил. На самом деле Перрис потерялся на озерах при низком уровне воды в 2003 году. Тогда же Перрис прошел через портал в 2022 год, где оказался на лодке Анны и стал главным подозреваемым. Анна пропала, но не так, как все думали. Она исчезла во времени и выросла в 1952 году. Когда она пропала в 2022 году? Три дня спустя она на самом деле уже давно была мертва, потому что Анна прожила жизнь и погибла в 1999 году, в той аварии, которую мы видели в начале фильма. Когда Перрис был на озерах в начале и нашел портал, он сказал, что чувствует мать. Это потому, что Анна застряла на озерах в облике ребенка. Перрис, подозреваемый под охраной в больнице, ошибся насчет отца на грани смерти. В этой сцене он сказал отцу, что вернется в свое время, зная правду и к Се и отцу. Однако этого не случилось. Сбежав из больницы, он взял машину Даниэля, где Се была шокирована увиденным. Перрис ошибочно направился к озеру Кеда, чтобы вернуться через портал. Но обвал склона поднял уровень воды и ворота должны были закрыться. Однако тогда этого не произошло, так как он скрылся под водой и погиб. В 2005 году Элли собрала фото жизни Анны с 1952 до смерти и принесла их матери. Элли не чувствовала себя частью семьи, скучала по отцу, Даниэл был отчимом, и она не ощущала, что принадлежит им. Но финал показал, что она была глубоко связана с каждым членом семьи так, как никогда не могла представить. Ее слова «Мы, семья», через Анну к Даниэлу буквально сделали их родными и биологически связанными сквозь время. Элли обрела желанное чувство принадлежности и нашла ту семью, в которой всегда нуждалась. В конце мы увидели, как Си смотрел новости, где Перрис был объявлен мертвым. Его также обвинили в исчезновении Анны, и Элли произнесла очень сильную фразу. Она сказала «Они не хотели нас оставлять». И это было действительно так. Никто не хотел покидать свою временную линию. Они попали в ловушку из-за низкого уровня воды в озере Кедда и оказались в чужом времени. Наш обзор фильма. Этот фильм меня приятно удивил. Я в полном восторге. Истории Перрис и Элли, даже до того, как мы узнали об их связи, плавно развивались параллельно, и было очень приятно наблюдать за этим. Сцены на лодке и разговоры, переплетающиеся во времени, создавали ощущение глубокой связи между персонажами. Я не знал, что именно произойдет, но был уверен, что развязка будет впечатляющей. Тема путешествий во времени может быть запутанной или избитой, но дело о пропавших людях и их исчезновение во времени добавили свежести сюжету. Сквозь время и этот горько-сладкий финал, все это создало отличное зрелище, за которым было легко следить. Раскрытие пришло лишь в последней трети, но все обрело смысл, когда это случилось. «Фильм не считал зрителей глупыми и не усложнял, за что я его уважаю. Он знал свою задачу и отлично с ней справился». Что до актерской игры, Дилан О'Брайан, которого я давно не видел, отлично сыграл роль Перриса. Чувствовалась его скорбь по матери, которая мучила его и не отпускала. Его отчаянное желание вернуться домой, осознав ситуацию, вызывало сопереживание. Элиза Сканлен в роли Элли сыграла не хуже, а может даже лучше О'Брайана, передав ощущение внутренней пустоты из-за того, что она не чувствовала себя частью семьи. Чувство вины за исчезновение Анны, желание найти ее и затем ощущение принадлежности в конце, когда она узнала, что Анна жила полноценно с 1950-х, делая людей счастливыми, имея семью и просто живя. Я бы сказал, что этот фильм определенно стоит посмотреть. Хоть он и не в кинотеатрах, а только в стриминге, вы не пожалеете, если включите его. Игра актеров сильная, визуально приятна, сюжет захватывающий, поворот отличный, а развязка очень удовлетворяющая.